Я хотел записать еще дополнительное видео о том, как связаны давление, температура, жидкость и газ немножко через график, потому что здесь связи давления и влажности, насыщенного давления и так далее, немножко непонятные вещи есть. Помните, мы говорили, что мы двигаемся из точки А в точку Б, и точка Б это точка росы у нас, мы понижаем нашу температуру, руки жонглера двигаются медленнее. Но давайте представим, что мы, вот наш, у нас есть газ какой-то, и мы вот в точке А, я буду рисовать чуть другим цветом, в точке А. То есть при определенной температуре, при определенном давлении мы добавили еще в наш ящик, мы засунули еще больше молекул, да, и мы засунули их на той же скорости, то есть температура их не изменяется, но как это будет выглядеть, как это изменение выглядит, да. Для данной температуры у нас поднимется давление, потому что у нас появилось больше молекул, они сильнее бьют, они не сильнее, а также бьют, но их больше, и они чаще бьют в стенки, поэтому давление возросло. Да, возросла концентрация молекул, соответственно, возросла масса газа в сосуде, и соответственно, возросло давление газа в сосуде, да. И когда у вас возрастает давление газа в сосуде, это будет выглядеть так. Я нарисую точку А' и вот теперь, если мы такой газ будем охлаждать, мы будем двигаться по новой линии, да, я нарисую эту линию, она должна как-то так примерно идти, до новой точки, которая будет вот примерно здесь, да. Скорее всего, эта точка будет при большей температуре, да, здесь точка была при чуть-чуть меньшей температуре, да. Ну, почему так происходит, то есть у вас больше молекул, и скорее всего, уже при более высокой температуре они начнут превращаться в жидкость, да, потому что их просто больше, они ближе друг к другу, чувствуют друг друга, ну, поговорим еще об этом. Если вы еще больше увеличите концентрацию молекул А'а, здесь вот Б'а, А'а, вы тоже можете нарисовать еще одну линию, да, там вот мы двигались, двигаемся. Да, еще одну линию, и здесь вот у вас будет точка Б'а, и получается из вот этих точек росы, точка росы получается для разной концентрации молекул, разная точка росы. И мы можем соединить вот эти все точки росы в одну линию, и это и будет линия, которая отделяет жидкое состояние вещества от газообразного состояния вещества. Все, что справа, газообразное, все, что слева, это жидкое состояние вещества, да, ну вот, можно сказать, что это какая-нибудь такая линия росы. То есть я просто хочу обратить ваше внимание, что здесь во всех этих темах давление, оно немножко такое непонятное, из-за того, что давление зависит от температуры, вот как на нашем главном графике. Если у вас замкнутая система, объем не меняется, вы не добавляете туда ничего, давление зависит от температуры линейно. Но, как только вы добавляете в свой ящик больше молекул, ваше давление изменяется, да, вы больше не находитесь на той же самой линии А-Б, вы вдруг находитесь на линии А-Б-Ш, да, вы вдруг перепрыгиваете на другой линии, все процессы происходят так же, похоже, но теперь они находятся на другой линии. Если еще больше молекул добавляете, вы на другой линии, опять на другой линии, ну, такая дополнительная информация.